Собственно, кто я? Андрей Вареник. Занимаюсь программированием еще со школы. Как-то все началось с Олимпиад и естественным образом переросло в работу. И коммерческой разработкой я уже занимаюсь около шести лет. Сегодня я представляю компанию туриста и расскажу вам про то, как мы применяли Neo4j именно для решения нашей задачи. Сразу к плану. Я расскажу сначала, в чем была наша проблема, почему графовые базы данных именно Neo4j, как применили, то есть именно весь этот процесс и что в итоге получилось. Окей, да, кстати, прежде чем начну, у меня такой вопрос. Кто из вас использовал графовые базы данных в работе? Есть такие? Во, один человек, два, три. Немного. А кто вообще знаком с теорией графов? Ну, в институте изучали. Супер. Это отлично. Окей. Собственно, вот наш сайт туриста. Мы занимаемся продажей авиабилетов. Это главная страничка. Вы заходите, можете выбрать, откуда вы хотите полететь, куда. И в итоге вот такой есть ответ. Собственно, что здесь мы видим? Это трансферные маршруты. Трансферные маршруты – это те маршруты, которые мы комбинируем от разных перевозчиков для того, чтобы предоставить вам маршруты между двумя городами, между которыми нету прямых каких-то рейсов, или же просто найти варианты подешевле. То есть у нас отдельно есть база, в которой мы храним сегменты, которые нас интересуют. Сегменты – это рейсы. И там еще отдельно есть система микросервисов, которая обрабатывает огромное количество данных каждый день, чтобы все это интересующе на сегменты засейвить. Окей. Топственно, в чем же наша проблема? Достаточно вроде понятный кейс. Вот есть у нас сегменты, скомбинируй их, выдай лучший вариант. То есть что хочет бизнес? Бизнес хочет найти топ-200. То есть это не топ-5, не топ-10, топ-200. По цене или рейтингу? Рейтинг состоит из цены, времени, количества пересадок. Где пересадка? Это внутри города или внутри аэропорта. И чтобы это отдавалось за 2 секунды. И вот тут мы подходим к проблеме, что на одном направлении может быть более миллиона валидных маршрутов. То есть это реальная картина, что вы сегодня из Киева в Лиссабон можете улететь миллионом вариантов с максимум тремя пересадками. При этом поиск в ширину, то есть полный перебор, занимает более двух часов. Начинаем вот, смотрим на эти цифры, думаем, окей, что если у нас не получится за 2 секунды находить вариант? Давайте, может, будем предрасчитывать все и потом отдавать клиенту быстренько из кэша все. Тут есть минус у этого подхода какой? Каждый отдельный сегмент, вот он, участвует в множестве направлений. Я взял для примера Киев-Анкара, который отправлялся 23 августа в 15.00. И он участвовал в 19871 направлении. При этом у нас каждые 5 минут обновляется 50 тысяч сегментов, за день это 30% всех данных и за 10 дней 95. Что нам говорят эти цифры? Что даже если мы будем делать предрасчеты, хранить их, то нам их надо будет все время перерасчитывать, потому что с каждым днем они теряют свою актуальность. И уже через 10 дней их можно просто выкидывать. Поэтому в любом случае нам нужен какой-то оптимальный алгоритм, который будет считать достаточно быстро, но не 2 часа. Окей, значит, что у нас было? Была какая-то эволюция. Сначала были микросервисы на Java. Про это решение я практически ничего не знаю. Знаю, что там было решение в лоб. Были попытки оптимизировать, но этого не получалось. Запускалось очень много сервисов, и все равно этого было недостаточно. В какой-то момент именно упор пошел на предрасчеты, и появилась процедура в MySQL. Точнее, процедуры в MySQL, которые работали, скажем так, внутри там было что-то вроде предрасчетов, которые основывались на предрасчетах, которые основывались на предрасчетах, и где-то здесь еще были предрасчеты. Короче, огромная у нас была терабайтовая база всего лишь для вариантов посчитанных. Украина, мир, мир, Украина. Вы можете представить, что это далеко не все, что нам интересно. И, собственно, представьте, приходит к вам бизнес, говорит, слушай, ну типа мы хотим выходить на рынок США, мир, у нас все есть, платежка работает, рекламу хоть сегодня готовы запустить, как бы все супер, давай варианты. Мы говорим, ну типа минимум две недели, чтобы это все посчитать. И даже если мы две недели потратили, посчитали, а потом оказывается, что мы хотим поменять параметры поиска, например, ту же самую формулу, то нам вообще все надо пересчитывать. Ну то есть, по моему мнению, у нас была примерно такая ситуация. И надо было что-то с этим решать. Да, кстати, в презентации будет немножко мемчиков. То есть, почему графы базы данных? Вообще про графы базы данных я услышал на PHP FADS 2018 в разрезе социальной сети, и докладчик говорил, что переход от Postgres на Neo4j дал им прирост выполнения запросов в 300 раз. В принципе, это та цифра, которая нам и нужна была. Но с графами базы данных у нас никто не работал, поэтому я начал с того, что начал читать книги про графовые базы данных, изучать документации, смотреть туториалы, ну то есть по максимуму погружаться в это. Про графы вообще можно долго что-то рассказывать, но я бы хотел вот именно какую-то основную вещь выделить в графах баз данных. Это что данные представлены в виде вершины ребер, при этом и вершины, и ребра могут содержать свойства какие-то, и они являются first-class citizen. То есть ваши запросы могут возвращать и вершины, и ребра. При этом принято, что сущности хранятся в вершинах, а связи, вот ребра показывают качество связи между этими вершинами. То есть у нас две вершины могут быть вообще не связаны, могут быть связаны одним ребрем или множеством. И поэтому у нас мы можем, исходя из этого, строить разные запросы. И индекс-free adjacency. Собственно, в двух словах это то, что мы можем выбирать связанные данные, и при этом не используя индексы. Сейчас вот на картинках, я думаю, будет чуть понятнее. Предположим, вот у нас есть в MySQL такая вот достаточно простая структура данных. У нас есть аэропорт, у нас есть сегменты. То есть как бы мы составляли маршруты? Мы бы взяли интересующий нас аэропорт, заджойнили сегменты, заджойнили еще раз сегменты, еще раз, ну в зависимости от того, какой длины маршрут нам интересен. Как бы же эти данные представлены были в графе? Во-первых, сначала мы все данные представляем в виде вершин. И кому не видно, то желтые — это сегменты, бирюзовые — это аэропорты. То есть сначала у нас просто огромное количество вершин, и дальше мы добавляем связи. Вот, мы добавили relation. Что нам это дает? Да, по аналогии, например, в релационах мы всегда работаем с целой табличкой. В графе мы работаем всегда с частью данных. То есть мы работаем с какой-то сущностью или списком сущностей. К примеру, мы возьмем какой-то аэропорт Борисполь, тот же самый. И для аэропорта Борисполя мы будем видеть только те сегменты, с которыми он связан. То есть это что означает? Что неважно, какой большой граф, вот хоть там будет биллион вершин, но из Борисполя мы будем видеть только те, с которыми он связан. И доступ к этим его вершинам, соседям, осуществляется за какое-то константное время, там приближенное к О1. Ну, это вот так, образно все говорят, что оно приближенное к О1, но давайте посмотрим, типа, а как хранится вообще все это на диске, внутри, и благодаря чему получается такой быстрый доступ к соседям и, соответственно, обход графа. Эта картинка, я ее достал из книжки, которую читал по графам. На самом деле сейчас ситуация немножко поменялась, но суть она отображает. Собственно, каждая нода занимает 15 байт, каждый relation 34 байта. И при этом в ноде есть как раз у нас ссылка на первый relation, ID-шник, ID-шник на первые свойства, метки и экстра, там зарезервированные байты. В relation это начальная и конечная нода, ID-шники, и relation, которые залинкованы в W-linked list. Окей, собственно, что мы из этого видим? Да, что у нас из ноды, и когда… Да, еще секунду. Значит, получается, у нас ноды и relation, они хранятся в отдельных файлах. И по этому ID-шнику граф, он может за О1 вычислить байты нужного ему relation или ноды. Собственно, вот так и осуществляется этот быстрый доступ и, можно сказать, нахождение своих соседей. Но тут есть один минус, который, может, вы уже заметили, что если relation у вершины будет много, то мы потеряем performance. То есть, если, допустим, у нас из вершины будет выходить тысяч, может, 10 тысяч, 100 тысяч ребер, то перформанса здесь нет. Это так называемая проблема есть, проблема SuperNode. Она решается тем, что вешаются индексы на relation. Но на самом деле надо избегать такой проблемы. И то есть, это может быть индикатором того, что вы неправильно смоделировали граф, если у вас есть проблема SuperNode. И вот еще такой момент тоже интересно знать. Это я раскопал коммит какого-то, по-моему, 15 или 14 года. Собственно, ребята из Neo4j сделали improvement. В прошлом у них все relation были залинкованы в один linked list. Они их разбили по группам. Группа — это тип relation и его направление. У Neo4j всегда у любого relation должен быть ровно один тип. То есть, например, там has flight, has city, точнее, in city, has airport и направление. То есть, откуда-куда. И вот они по этим группам сгруппировали relation, чтобы более быстро обходить граф. Ну, на этом все. Переходим больше уже детально к Neo4j. То есть, почему именно выбрали Neo4j? Во-первых, это лучшая у них документация и большая комьюнити. То есть, самая распространенная база данных графовая. Когда ты начинаешь с новым инструментом работать, то для тебя это реально критично важно, чтобы было много доков, было много туториалов, чтобы решались баги быстро, и чтобы это действительно был проверенный инструмент. То есть, ты не хочешь решать свою проблему, а потом оказывается, что тебе надо еще решать проблемы базы. Native storage, native processing. Native storage — это вот то, что я рассказывал, как хранятся данные на диске. То есть, storage оптимизирован под графы. Некоторые графовые базы данных могут использовать как storage, на самом деле, реляционки, но и SQL решения. Но в таком случае, как бы, сомнительный индекс free-adjustancy вряд ли там есть, если будет идти чтение с диска. Как бы native processing — это вот тот же самый индекс free-adjustancy. Дальше, import tool — замечательная вещь. Она помогает заимпортить огромные датасеты данных в граф буквально за считанные минуты. То есть, это полезно для тех задач, когда вы именно мигрируете с какого-то уже существующего решения в графы. То есть, у вас уже есть огромные данные, которые там надо перенести. Потому что так, в принципе, сложилась ситуация, что в большинстве случаев на Neo4j переезжают, чем начинают с нуля. Cypher. Cypher просто замечательный язык запросов. Тоже он изобретен, что ли сказать, командой Neo4j. Самый лучший язык запросов для работы с графами. Если у нас останется время на презентации, я обязательно покажу примеры. Native server-side extensions. Вот лично для меня это было киллер-фича. В Neo4j можно добавлять storage-процедуры, storage-functions, которые написаны на языке Java. То есть, не язык запросов, а язык Java. Я как бы изначально предполагал, что я буду писать алгоритм, который будет оптимизирован под нашу задачу. И для меня это был, несомненно, плюс. То есть, получается, что значит? Мы ограничены только нашей фантазией и возможностями Java. Супер. Кроме этого, на самом деле, в Neo4j с этими экстеншенами можно даже добавлять rest-опишку на сервер свою создавать. И, конечно же, клиенты для всех языков программирования популярных, которые мы знаем. PHP, Go, Java, Python, C. Это все есть. Окей. Как бы теория понятна. То есть, как я предполагал, что я беру свой датасет, запихиваю в Neo4j, моделирую граф, пишу алгоритм, получаю профит. Или, может, даже без алгоритма обойдемся. Окей. План понятен. Вот, все. Поехали. Первое, что я начал, это импорт-тул. Собственно, тут есть важное замечание, что импорт-тул, он импортит данные не в граф, а он создает файлы графа. Это означает, значит, вы должны ваши данные представить в виде CSV файлов, которые описывают relation и вершины. После этого этот импорт-тул берет эти файлы и их переобрабатывает и создает файлы базы. При этом нацелено этот тул за на то, чтобы максимально использовать мощности машинки. Эту тулзу можно использовать раз, только когда база пустая. То есть, если у вас уже есть какие-то данные в базе, этой тулзой уже воспользоваться не получится. Но у нее реально есть свои несомненные плюсы. Это скорость загрузки. То есть, у меня, например, все мои данные я загружаю где-то секунд за 40-50 в граф. Это было очень полезно в начале, когда я моделировал граф. Я, допустим, смоделировал неправильно, и мне было проще его просто удалить и заново залить с новой датамоделью, чем рефакторить. Окей, дальше. Модель данных. Ну, начал я с того, что просто перенес наши аэропорты и сегменты в базу. Получилась вот такая вещь. То есть, был аэропорт, у него есть Departure, в сегмент, и Arrival в другой аэропорт. Сразу вспоминаем за то, что я говорил Index Free Adjustancy. С такой моделью данных у нас, допустим, из Борисполя мы видим все сегменты, которые вообще из него вылетают за все время. То есть, это там на год вперед. Это значит, что если мне нужен какой-то определенный сегмент в этот день, то я пройдусь по всем, прежде чем найду то, что мне нужно. Ну, понятно, что это вообще не оптимально. И была мысль, что надо добавить в каком-то виде время в граф. То есть, раз я говорил за дни, вот, я создал дни. Причем это дни, получается, дни для каждого аэропорта. То есть, теперь у нас есть аэропорт, и у него есть его дни возможные, которые есть вылеты, есть прилеты. Что это нам дает? Начти аэропорт — это быстро. Да, кстати, если я еще сказал, что в Neo4j не используются индексы для обхода графа, но можно создавать индексы, чтобы находить стартовые точки. Это важно. То есть, вот мы нашли с помощью индекса, быстренько закверили наш аэропорт, нашли день, который нам нужен, и что дальше? Из этого дня, если мы смотрим все сегменты, которые отправляются, это те сегменты, которые нам нужны. То есть, больше не надо проверять, вот тот этот сегмент или тот, какие-то дополнительные проверки делать. Наша дата-модель просто сделана так, что мы очень быстренько выбираем нужные данные и делаем обход. То есть, дальше мы нашли нужный сегмент, посмотрели, в какой он аэропорт вылетает, прилетает, точнее, в день аэропорта. И дальше из этого дня, дальше продолжаем обход. Но в этой модели тоже был один минус — это пересадки. Пересадка может быть такая, что вот вы прилетели сегодня вечером, а улетаете, допустим, в час ночи следующего дня. Заходить обратно в аэропорт, находить следующий день — это неоптимально. Поэтому просто линкуем все дни, как в LinkedIn list, через relation next day. В таком случае мы прилетели в какой-то день, мы можем спокойно пойти в следующий день и оттуда посмотреть, что вылетает дальше. При этом, кстати, в Neo4j, конечно же, по всем relation можно ходить как и в направлении, как он установлен, так и в обратном. То есть, можно и в прошлый день ходить, если это нужно. Вот такая модель данных получилась. Все супер. Как вы помните, я говорил, что в примере, в котором я слышал про графы, было ускорение в 300 раз после того, как переехали на графы. Ну что ж, давайте попробуем сделать вот то же самое. То есть, у меня есть модель данных, я запускаю запрос и как бы вот жду два часа, пока у меня посчитается опять же все те же два часа. Почему так происходит? Во-первых, любой запрос в Neo4j с помощью сайфер – это обход в ширину. То есть, тот же самый полный перебор. Во-вторых, это именно модель данных. И вот тут я сейчас подробнее на этом хочу остановиться. Рассмотрим все маршруты вот с максимальной длиной в четыре сегмента. У нас C – это города, S – это, то есть, эти ребра – это relation. То есть, тут упрощенная такая модель. Предположим, что у нас для каждого города есть 100 вариантов, куда полететь. При этом при пересадке тоже. То есть, если мы прилетели в какой-то город, у нас опять же есть 100 вариантов для пересадки. В таком случае, что у нас вот маршруты, которые мы строим, у нас максимальная длина 4 сегмента, то это будет вот 100 миллионов маршрутов. Ну, 100 в четвертой степени или там любая другая цифра в четвертой степени. Понятно, что это очень дофига. И, кстати, если кому-то кажется, что 100 – это много, то, например, из Лондона каждый день вылетает 2000 рейсов. То есть, это означает, что любой ваш маршрут, который прилетел в Лондон, он сразу же умножается на 2000, потому что у вас столько вариантов, куда пересесть. Визуально это выглядит примерно так. То есть, желтый – это Киев, синий – это Нью-Йорк. Предположим, я строю маршрут Киев-Нью-Йорк. А серенький – это то, что мне неинтересно, но я построю маршруты, потому что я строил их максимальной длины. Вот так это выглядит. Ну, рассуждаем логически, что нам это вообще неинтересно, то есть, строить маршруты в точке, куда мы не летим. Эта проблема решается двусторонним поиском. То есть, я запускаю… Я же знаю, откуда я лечу. То есть, я запускаю поиск из Киева и из Нью-Йорка. Можно их запускать последовательно, можно параллельно, это не важно. Каждый из этих поисков мы уже запускаем на глубину в два раза меньше. То есть, это уже 100 во второй степени плюс 100 во второй степени. И находим точки пересечения. Вот смотри, и уже разница какая, что мы вместо 100 миллионов маршрутов построили 20 тысяч. Намного более оптимальный. И из этих данных мы строим маленький такой сапграф, в котором все пути ведут в Нью-Йорк. Собственно, на вот этом уже сапграфе полный перебор работает около минуты, даже меньше. То есть, вот уже огромный импровмент. У нас уже запрос, полный перебор, будет работать минуту. Это класс. Особенно с учетом того, что до этого работало два часа. Ну и что же, осталось дело за маленьким. Это заимплементить какой-то алгоритм, чтобы это все-таки вжать в две секунды. Какие есть алгоритмы вообще? Эта проблема, можно сказать, назвать ее классическая. Find cash or the space problem. Есть алгоритм Yen, но он нам не подходит. Почему? Потому что он основывается на алгоритме Dextra, но при этом для того, чтобы найти следующий маршрут, следующий лучший, он каждый раз запускает Dextra. То есть, получается, в нашем случае это будет 200 раз запускать Dextra на один запрос. Есть алгоритм Epstein, который тоже основан на Dextra, и на его сложность не влияет количество маршрутов, сколько мы ищем. Классный алгоритм. Но я пошел по более простому пути, то есть у меня уже был какой-то полный перебор, за который я хотел оптимизировать и побыстрее увидеть хороший результат. Поэтому я взял DFS, добавил метод границы отсечений. То есть логика такая, что мы набиваем быстренько топ-200 вариантов, и дальше у нас получается какая-то уже граница, которая отсекает маршруты. И после этого еще добавил туда динамическое программирование. Это я строю сразу группу маршрутов. То есть не один, а сразу много, и также самое много отфильтровываю. И в итоге этот алгоритм, который я вообще делал для Proof of Concept, дал хорошее время, и сейчас он используется и на Prode, и скорость выполнения запроса в среднем 340 миллисекунд. Архитектура. Ну, архитектура достаточно простая. От MySQL мы не отказались, потому что с MySQL работают наши другие аппликейшены, те же самые микросервисы, которые обрабатывают сегменты, за которые я говорил ранее. Этого менять вообще ничего не хотелось. То есть хотелось просто вот как добавить немножко еще одну аппликейшен, который просто считает маршруты. Поэтому MySQL остался, но просто он стал намного меньше, скажем так, он перестал это все считать. Он сейчас не весит 1 терабайт, то есть стал намного легче. Поэтому есть MySQL, есть Neo4j. Neo4j, как я и говорил, я поднимаю с помощью импорт тула. То есть это у меня время занимает примерно где-то 2-3 минуты, чтобы все это поднять, чтобы сдампить данные с MySQL, от снэпшот взять и поднять из него базу. То есть там навесить индексы, сделать вормап, чтобы весь граф попал в кэш и запускать запросы. При этом Neo4j можно скейлить, он находится за лоад балансером. Все отлично, мы готовы к скейлингу, все замечательно. И, например, вот как мы это используем? У нас ежедневно для того, чтобы best proposition показывать, вот, например, Киев-Варшава самый дешевый на ноябрь будет 24 доллара. Это, если что, древняя картинка. Собственно, как мы можем сказать, что именно в этот день будет самый дешевый этот билет? Мы на полгода или на год вперед просто на каждый день ищем самый дешевый маршрут. И после этого мы можем сказать, что да, вот там 5 ноября будет действительно самый дешевый билет. При этом мы ищем такие маршруты для множества направлений. То есть там Киев-Варшава, Киев-Франкфурт, Львов-Варшава и так далее. В общей сложности это больше миллион на уникальных направлений. И благодаря вот этой системе сейчас мы можем поднять Neo4j на более мощной машинке и просчет занимает один час. То есть вот мы каждый день считаем этот один миллион уникальных направлений за час. При этом поднимаем машину, она посчитала, мы ее выключили, мы за это платим только за время ее использования. Окей, в итоге, кстати, я смотрю, что у нас будет время посмотреть запросы еще на Cypher. В итоге что получилось? Скорость, то есть среднее время выполнения поиска это 340 миллисекунд, вообще идеально. Рациональное использование ресурсов. То есть сейчас на самом деле для нашей нагрузки вполне достаточно одной Neo4j-машинки с максимально, достаточно так, с минимальными ресурсами. Вообще, когда будете запускать, если кто-то Neo4j, то она лучше всего работает на машине, где ей выделено от 16 до 32 гигабайт оперативы. Это для нее комфортная такая среда. Меньше начинают уже подтупливать. Да, кстати, как я уже говорил, у нас раньше были все вычисления происходили в MySQL, и вот когда мы убрали эти вычисления с MySQL и смогли уменьшить его стоимость, то вот та разница, которую мы уменьшили, она покрыла расходы на Neo4j, и мы еще в плюсе остались. Класс вообще. Ну и масштабируемость. То есть все, мы готовы горизонтально масштабироваться в любой момент. Да, это то чувство, когда все получилось, когда все работает, вот уже как больше полугода. Да, graphs are everywhere. Это очень любят рассказывать ребята из Neo4j. Поэтому на самом деле, да, возможно, в вашем проекте уже есть где-то графы, возможно, вы задумываетесь о том, чтобы перейти на Neo4j. В принципе, это достаточно просто. Я бы всегда советовал начинать с proof of concept. То есть построили, закинули датасет, сделали какие-то запросы, посмотрели, подходит вам это, нет. Если начинаете с нуля, если думаете о том, чтобы использовать Neo4j в новом проекте, ну, скажем так, это смелое решение, потому что все еще технология считается молодой, но при этом вы можете получить плюс в скорости разработки. Окей, вопросы. Ну, окей, можем приступить к вопросам, получилось очень быстро, и можем сайфер посмотреть. Я думаю, у нас хватает времени. Во-первых, вот книжечка, которую я говорил, это то, что я читал, Graph Database. Если кому-то будет интересно, этой книжке вполне достаточно, чтобы понять всю сайт графовых баз данных и посмотреть на какие-то, может, use case. Запросы. Язык сайфер. В сайфере есть ключевое слово матч. Это аналог селекта. При этом почему матч? Потому что в основном в графе мы рисуем паттерн, и по этому паттерну матч делаем наших ресурсов. В круглых скобочках это вершины, в квадратных это relation. У вершин есть метки, у relation есть тип. Вот то, что мы видим, двоеточие и название. Например, первый запрос. И при этом, кстати, очень много ключевых слов, которые нам знакомы еще с MySQL. Есть матч, сегмент. Вывернуть все сегменты, отсортированные по цене, первые 10. Второй запрос, он относится к той модели данных, которая еще была без дней. Опять же, аэропорт. У него есть какие-то сегменты. Мы говорим, где аэропорт Борисполь и где у сегмента departure date 13 сентября. Ну, последний запрос, это вот мы ищем просто все сегменты, которые начинаются из Борисполя и прилетают в Лондон. Вот здесь уже модель данных, которая использует дни. То есть стал запрос подлиннее. Мы видим, что у нас появились дни. То есть мы теперь находим аэропорт, потом нужный нам день и потом уже от дня строим наш паттерн. То есть, по сути, мы рисуем все те же самые кружочки, стрелочки, но в виде запросов. И еще хотел бы сказать на такую классную фичу сайфера. Это ключевое слово виз. Что оно означает? Это можно прокидывать результаты одного запроса в следующий. Такой pipeline. Это реально очень удобно. То есть вы сделали какую-то… Если у вас запрос можно разъединить логически, вы можете первую часть сделать, получить какой-то результат. Причем результат может быть, как и какая-то вершина, ребро, даже список вершины, ребер. И потом делаете следующий запрос. То есть это два аналогичных запроса, только второй разделен еще словом виз. То есть мы в первой части нашли день, дальше построили запрос. Вот здесь я еще показываю, что есть такой… Если посмотрите на верхний запрос, вторую строчку, я надеюсь, хорошо видно. Там вот есть как раз next day, звездочка от нуля до одного. Это означает, что построить путь с какой-то неопределенной длиной. Точнее, ну неопределенной, в нашем случае от нуля до одного. Что значит ноль? Что мы никуда не идем, мы остаемся в этой же вершине. Что значит один? Мы переходим на один relation в next day. И последний запрос. Это я тут игрался, как бы можно было вообще одним запросом выделить все маршруты. Например, если бы я в день следующий добавил бы relation next day arrival, то есть у меня был бы arrival, который в текущий день, и arrival, который в следующий день показывал, я бы мог вот таким запросом выразить все мои маршруты. При этом первое число, двоечка, это просто находить маршруты хотя бы с одним сегментом. А четверка, она вычисляется по формуле, это количество пересадок плюс один умножить на два. И, собственно, даже таким паттерном можно было выразить все запросы. Точнее, все маршруты. Вот. На этом все. Давайте посмотрим вопросы. Есть ли возможность шардировать данные при больших объемах? Такой возможности нет в Neo4j. Шардинга там нет. Но вопрос может быть, что возможно вам и не… А, кстати, это не самый первый был. Ну окей. Возможно, вам не понадобится шардирование. Недавно видел кейс от Adobe. Может, слышали такую компанию Adobe. У них есть продукт Behance. Это социальная сеть для медиа. И вот у них был сначала кластер на Monge на 130 нод по 20 терабайт. Потом кластер на Cassandra на 50 нод, 50 терабайт каждая. И потом они переехали на Neo4j, и у них три ноды, каждая из которых 30 гигабайт. Так что, возможно, вы сможете выразить вашу модель более компактно. Как вы ищете маршрут, если связи нет между точками вашей BD? Окей. Собственно, если связи… Скажем так, вы выставляете связь там, где она есть. Если связи между двумя точками нет, двумя вершинами, значит, они просто не связаны. Значит, вы никогда туда не дойдете. Собственно, для этого и нужны графовые базы данных, что вы видите только связанные данные. И графовые базы данных, они реально полезны для того, чтобы выбирать связанные данные. Так, цены Neo4j. Neo4j есть комьюнити-версия и есть интерпрайз-версия. Энтерпрайз-версия платная, но в последнее время там начинают добавлять всякие фишечки, что для стартапов можно получить бесплатное какое-то пользование. Поэтому это все надо коммуницировать с Neo4j и договариваться. Но, кстати, если кому интересно, вы можете интерпрайз-версию установить себе, поиграться, посмотреть, нужна ли она вам. Реально ли сделать подобную систему без написания Java-расширения? Реально. На самом деле, изначально, когда я это делал, у меня были просто два запроса, которые выбирали нужные мне сегменты, и потом уже на стороне аппликейшена я, в принципе, реализовал вот тот же алгоритм. Но без алгоритма не получится сделать это все. Поэтому где-то этот алгоритм должен быть. Почему я именно сделал его на стороне Java, на стороне Neo4j? Потому что в таком случае мне не надо передавать большое количество данных в аппликейшен, где это будет считаться, и это тоже экономия миллисекунд. То есть где-то там была экономия 300-400 миллисекунд. Достаточно большая. Именно на передаче данных. Что занимает больше времени? Поиск маршрутов или формирование цены? На самом деле у нас цена уже есть в сегментах, которые мы храним. После поиска маршрутов мы эту цену обновляем. Насчет этого, сколько это занимает времени, там сложно сказать, потому что там тоже очень много кэшей, сложная архитектура. Но это я не скажу, насколько большая разница во времени. Но это тоже занимает время, потому что надо сделать запрос провайдерам и спросить актуальную цену. В чем преимущество Neo4j передной SQL-базами данных с внешними плагинами для графов? Преимущество Neo4j это в том, что у них есть native storage. То есть ихний storage оптимизирован под графы. При этом если у вас будут чтения с диска, это будет полезно. Но бывают ситуации, когда у вас, допустим, в оперативку помещается весь граф, и тогда, возможно, разницы не будет. Поэтому, опять же, надо смотреть от кейса к кейсу. И, кстати, для Neo4j это тоже один из способов оптимизации. Это если ваш граф помещается в оперативную память, то все будет работать очень быстро. Почему сегмент это нода, а не ребро? Ну, да. Собственно, это один из best practices, как я говорил, хранить сущности в вершинах. Например, какие могут быть тут кейсы? Во-первых, индексы, если мы говорим просто за индексы поиска, то они вешаются только на вершины. Те индексы, которые разруливают суперноды, они вешаются как бы на relation, но на самом деле они вешаются на relation плюс ноды. То есть чисто по relation поиск никогда нельзя сделать. А это может быть важно. Плюс еще такой, что у вас relation всегда связывает только начальную ноду и конечную. Если у вас появится необходимость к сегменту сделать еще один relation откуда-то или для чего-то, то вы этого не сможете сделать, и, возможно, вам придется рефакторить весь граф. Но, скажем так, опять же, это best practices. Если для вашего кейса это будет работать, можете запихнуть в ребро какие-то сущности. Это даст свой перформанс тоже, как бы меньше проходов будет. Прошедшие дни тоже хранятся. Не получается ли супернода с большим количеством выходов через пару лет? Скажем так, день – это конкретная дата. То есть день – это 2019-е, 10-е, 0-5-е. Поэтому такой ситуации не получится, и у нас чистятся прошедшие дни. То есть есть ивент, который это все подчищает. Сравнивали ли Neo4j с OrionDB и Amazon Neptune? Бенчмарков не делал. Для меня именно киллер-фича – это экстеншн. И поэтому, так как ни одна другая база данных не предоставляет такой фичи, я остановился на Neo4j. Можно создать entity-аэропорт в определенный день, немного упростить план запроса. Ну, собственно, дни – это как бы является аэропорт в этот день. На самом деле вам не надо искать аэропорт, и можно повесить индекс на дни и просто для дня сделать ключ, который в себе содержит аэропорт и день. И искать уже по дням. Ну, это как у нас и есть, так. С днями ясно. Как по времени вылета согласовать? Ведь рейс может быть вечером, а пересадочный утром того же дня. Да. На самом деле то, что я говорил, что там не надо никаких проверок делать на сегменты. Нам нужно делать проверки, именно сравнивать время пересадки. Да, это надо проверять. То есть когда строится маршрут, мы должны посмотреть, можем ли мы пересесть с одного сегмента на другой. То есть эти действия производить надо, но плюс в том, что это получается делать в реал-тайме и очень быстро. И тоже это один из вариантов, почему это хорошо работает как экстеншн. У вас все данные помещаются в одну ноду Neo4j. Масштабируется ли Neo4j горизонтально? Используйте бесплатную или платную версию. Да, у нас все данные помещаются в одну Neo4j. У нас это занимает 4 гигабайта сейчас. То есть вот то, что я говорил, что предрасчеты заняли уже терабайт, это они были сгенерены с вот этих вот 4 гигабайт данных. Это наши сегменты. То есть у меня в Neo4j только сегменты, больше мне ничего не надо. Neo4j масштабируется. В Neo4j есть достаточно просто поднять кластер Neo4j. Это все в доках описано. Просто вот так вот быстренько поднимается. Немного настройки, поехали. Используйте бесплатную или платную версию. Бесплатную. Что если в качестве ребер не просто один? Что если в качестве ребер не просто один перелет, а, например, два? И сортировать их по формуле при хранении. Двунаправленный происк и сразу пересечение множеств. Ну, в принципе, да. Это есть оптимизации, которые я и применяю у себя в графе. То есть это хранить сразу несколько, записывать уже отсортированно. Это все делается. Классная мысль. Как насчет пересадки со смены аэропорта? Например, прилетел в Hitro, дальше улетел из Stunted. Да, это, в принципе, реальный кейс. То есть мы, когда строим билеты, это реальный кейс для дешевых вариантов. То есть мы просто обязаны их построить, чтобы выдать пользователю. Как это делается? Все просто. Я свою модель. То есть сначала я начал с того, что сделал это все как на аэропортах. Потом посмотрел, как бы сделать, чтобы вылетать. Можно было делать пересадки в городе. И единственное, что я придумал, это сделал просто как вершину город. Сделал дни города и просто все прилеты прилетают в город, а не в аэропорт. А уже там, если надо будет, можно отфильтровать по аэропорту. Ну и последний вопрос. Если все в RAM, зачем вообще BD? Да, тоже хороший вопрос. На самом деле можно сделать свой граф, все там это хранить. Но не хотелось заниматься проблемами именно хранилища. То есть в какой-то момент у нас сейчас все помещается в RAM. Что если у нас перестанет помещаться в RAM? Такие могут быть вопросы. Что насчет запросов? То есть нам BD предоставляет еще запросы. Мы можем смотреть, какие данные у нас хранятся. То есть мой кейс, например, у меня нужно только одну задачу реализовать. Это поиск. Поэтому в этом кейсе это тоже был вариант. Такой рассматривался. Это написать свое какое-то хранилище BD. И там все делать. Но база предоставляет свои плюшечки. Это уже там есть своя опишка для работы с графом. То есть мы можем загрузить большой датасет. То есть нам не надо париться с такими вопросами, которые я озвучивал. Это загрузить большой датасет. Это париться с моделью графа. Потому что над этим тоже думали много лет люди. У нас есть метрики там сразу включены. У нас есть запросы. Мы можем посмотреть, как наши данные реально представлены. Не было ли какого-то corrupted стейта и так далее. Поэтому база просто приносит свои плюшечки, которые не хочется от них отказываться. Но если мы говорим за чистый перформанс, то свое решение было бы быстрее. Работало бы. Спасибо. Дякую за вашу доповедь. Можливо, есть еще вопросы в залу. Хтось хочет задать, якщо у нас користалось питанием у командирах. Есть еще питание? Кто? А кто задает питание? Я дам. Вы опрашиваете, получается, всех провайдеров каждый день? Или каким? Каждый день, получается, опрашиваете провайдер на 365 дней в год? На все рейсы? Там не совсем так. Просто некоторые провайдеры присылают нам данные. У некоторых мы запрашиваем по мере того, что у нас спрашивают пользователи. То есть поэтому, скажем так, пользователь запросил, мы получили какие-то сегменты, мы их все сохранили, если нам они интересны. И кроме этого есть провайдеры, которые нам просто шлют все запросы, которые вообще люди, в принципе, делают в мире. И мы их тоже фильтруем и сохраняем то, что нам интересно. Такая примерно там логика. Спасибо. Окей, еще вопросы есть. Боюсь, что нет. Так что, спасибо. Спасибо. Спасибо за ответ. Спасибо. Спасибо. Спасибо.